Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем распаковывать с вами 3, целых 3 бьюти-бокса от Allure, от Ipsy и от Boxe Charm. Я получаю вообще 3 бьюти-бокса в месяц, именно эти, плюс у меня еще сезонный бьюти-бокс от FabFitFun, на который подписано также, и тот бьюти-бокс скоро к нам тоже придет, дайте мне знать, если вы хотите его тоже открыть вместе со мной. И в общем, это то, с чем мы сегодня будем работать, Boxe Charm Allure и Ipsy, это, кстати, у меня более как такая лучшая версия их бьюти-бокса, дело в том, что у них есть бьюти-бокс за 12 долларов, он самый минимальный, самый базовый, этот же у меня уже апгрейд, то есть я плачу 25 долларов столько же, сколько и я плачу за Boxe Charm, но в этом бьюти-боксе мы должны получить гораздо-гораздо больше наполнения и лучше. Если вам нравится видео такого типа, или если вы не хотите пропустить видео на моем канале, мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и также нажмете кнопку колокольчика, но мы начинаем, поехали! Так, первое, с чего я хочу начать, это, скорее всего, бьюти-бокс от Allure, она стоит у нас 23 доллара, совершенно недавно, буквально месяца-два назад, они подняли цену на бьюти-бокс этот, и сейчас я плачу 23 доллара, я очень надеюсь, что не больше, и мы получаем продуктов на более чем 100 долларов. Allure, это, если вы знаете, журнал, прикол в том, что вы получаете здесь, как правило, что-то, что очень зарекомендовалось себе на маркете, на маркете, также они очень любят класть много корейских товаров, ну и вообще очень классных, интересных косметических новинок тоже. Итак, при открытии мы видим вот такое чудо, это буклет с тем, что мы должны обнаружить здесь, мы попозже сюда заглянем все-таки. И вот так выглядит наше наполнение, очень даже пока не нравится, что я вижу, можно увидеть, что здесь как минимум 2 или 3 полных размера товара. Итак, первое, что я нашла, это сыворотка от бренда Beauty, это resurfacing compound. Когда в прошлом месяце я смотрела на sneak peek или то, что будет в этом бьюти-боксе, люди сказали, что это будет здесь, и сказали, что этот бокс, он вот 100% стоит, потому что этот compound, да, у нас стоит целых 148 долларов за вот эту баночку, то есть, да, это очень-преочень дорогая сыворотка, и многие люди специально купили Beauty Box только за сыворотки этой, давайте же ее откроем. О, вау, очень бужа, как любят говорить американцы, очень все так выглядит дорого-богато, я бы сказала. Эти бутылка, она из такого пластика, то есть такой твердый, плотный, хороший пластик, я не знаю, открывать мне ее пока нет, потому что у меня столько сывороток, я сейчас стараюсь, пока я не закончу что-то из моих сывороток, я не буду открывать новые, поэтому, да, давайте посмотрим, что же нам пишут об этом compound. Здесь у нас в составе витамин С, альфа-гидроксикислота, ретинол, гомомелис и витамин Е, состав, конечно, впечатляет, как это работает, вы добавляете эту субстанцию, допустим, в ваш крем, и это как такой бустер в ваш уход идет, получается, это очень круто, вот только из-за таких товаров очень многие американцы подписываются обратно на Beauty Box, и потом опять отписываются, мне нравится, как мы начали уже, 148 долларов, можете себе представить, ужас. Так, а дальше мы видим, скорее всего, это полный размер, это крем для волос от бренда Кристофи Робин, очень дорогой бренд, пахнет очень вкусно, кстати, какой-то такой парфюмированный аромат, 100%, эта вещь стоит у нас 43 доллара, что очень даже неплохо, ну, получается, здесь это полный размер, если я не ошибаюсь, и в составе у нас имеется персик, у нас имеется масло кернелевое, кернеллойл, и, 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 и также глицерин, то есть это очень классная вещь, и что очень здорово в этой брошюре, я его не буду показывать, все, все те, кто работает в журнале, они пробуют эти средства, и потом говорят, почему это средство хорошо, они не говорят обычно, что это средство, допустим, плохо, но круто, 43 доллара, 148 долларов, да, хотя всего лишь коробка стоила 25 долларов. Дальше мы нашли тут маленький, совершенно маленький крем от Лакутан, по-моему, они уже в прошлый раз тоже клали такую вещичку от Лакутан, это, по-моему, было и с сывороткой, это крем Immortal Divine Cream, это очень дорогая линейка, насколько я помню, полный размер этого крема стоит 110 долларов, мы получили всего лишь 4 миллилитра крема, что уже неплохо, и девушка пишет здесь, что тут очень большое количество разных масел в составе, и вам нужно всего лишь такая маленькая-маленькая капелька этого крема, чтобы намазать на все лицо этот крем, что очень здорово. Дальше я вижу, по-моему, это блеск для губ от бренда Floss, это похоже на какой-то, окей, это что-то вроде помады, и цвет этой помады, вау, он очень-очень невероятно мягкий, то есть почти его даже не видно, как мне кажется, так, мне тут кот поцарапал, вот так этот цвет смотрится, почти не видно, супер натуральный эффект, таких продуктов много не бывает, мне очень нравится, кстати, упаковка этого средства, она очень милая, прикольная, девчачья, и это у нас получается крайоновая помада, или как блеск для губ с маслом ши, девушка пишет, что это просто изменило ее отношение к блескам, и стоит такой продукт у нас 18 долларов, если покупать его отдельно, прикольно, но это не такой, прямо, знаете, известный мне бренд, чтобы я такая, вау, как классно, блеск для губ, понимаете? Так, дальше мы видим тут солнцезащитный крем от La Roche-Posay, по-моему, он предназначен и для лица, и для тела, и здесь SPF 100, это очень круто, всегда классно иметь какие-нибудь миниатюры вот таких средств солнцезащитных, и последнее, что мы видим, это маска для лица, бренд, который я даже не знаю, как мне кажется, называется он Madeca Derma, и это 100% хлопковая маска, для того, чтобы ваша кожа была свежей, молодой и молодовыграющей, по сути, круто, всегда интересно попробовать что-нибудь новенькое, поэтому, определенно, маски, это никогда не лишнее в бьюти-боксах, вот мы и закончили с нашим бьюти-боксом от Allure, теперь давайте перейдем к нашему бьюти-боксу от Boxy Charm, если честно, на боксе Charm подписалась только, может быть, месяца-два назад, и мне нравится, что я вижу, когда открываются бьюти-боксы, если честно, самое лучшее у них, это, конечно, когда у них имеется поп-ап, то есть там можно купить такие классные вещи, которые вы можете купить даже в магазинах, в Сифуле той же самой, и это стоит там очень-очень дешево, я купила у них палетку Наташи Диноны, Дарья, она вышла, сколько там, год назад, наверное, за, по-моему, 15 долларов, что-то вроде того, то есть это супер дешево, итак, при открытии мы видим вот такое чудо, очень мне нравится вайб этой коробки, конечно же, эта коробка приручена ко дню всех влюбленных, Дня Света Валентина, и мы видим очень такой милый листочек с тем, что мы получим в этом боксе, мне нравится дизайн, это реально очень мило, итак, первое, что я вижу, бренд Тула, о котором я столько много слышала, я всегда хотела попробовать их продукцию, но как-то вот не получалось, и это у нас скраб для от черных точек, я бы сказала это так, прикольная такая, знаете, минималистичная упаковка, мне нравится, что я вижу, многие люди обожают их солнцезащитный крем, он прям очень-очень хороший, и это скраб, скраба для от черных точек у меня пока еще нет, если честно, интересно, такое название бренда, да, Тула, типа, город Тула, что ли, они в России были, так, все запечатано, пахнет он интересно, такой, знаете, аромат, какого-то парфюмный такой аромат, так, мне показала вам текстуру этого скраба, имеет в себе как будто бы очень много разных частиц, это очень интересная текстура, если честно, ощущение как будто бы он нагревается, когда я наношу его на кожу, очень интересно, приятный аромат, аромат жвачки, я бы сказала так, наверное, круто, то есть если у вас поры, то этот скраб должен очень хорошо вам помочь, у меня пор есть с самого детства, поэтому я всегда радуюсь, когда нахожу какой-нибудь скраб, для того, чтобы позаботиться о своих порах, так, дальше, что мы видим в нашем бьюти-боксе, это набор кистей, если честно, по-моему, я у кого-то уже видела, что получил кто-то такой же набор из американских бьюти-блогеров, и что меня очень удивило, наверное, это надпись на оборотной стороне этой упаковки, то, что в Калифорнии, в общем, эта упаковка может вызвать рак, может вызвать дефекты рождения или репродуктивный вред, обычно, когда заходишь в какой-нибудь стоковый магазин, ну, я иногда захожу туда, и там пишут на упаковках вот такую же надпись, и я, когда вижу это, я не покупаю это, потому что меня это пугает, если честно, и, насколько я помню, помню, я какого-то в сторис это видела, то, что она очень пахнет, о боже мой, это пахнет, как дешевые, дешевые кроссовки китайские, или подошва вот этих дешевых, каких-то пластиковатых таких кроссовок, я бы сказала так, милая упаковка, но мне кажется, что я не хочу ее оставлять, ну, мало ли, и здесь мы видим кисточки, ребята, еще забыла, что я не сказала вам, сколько стоит скраб от Тулы, подожди секунду, этот скраб у нас стоит 32 доллара, опять же, мне кажется, наш бокс все постепенно и постепенно оправдывает свою цену, посмотрите на эти кисти, какие они милые, боже мой, сейчас я уберу весь пластик, просто посмотрите на эту красоту, а, знаете, что это напоминает мне, напоминает мне упаковку Наташи Диноны, ее палетки Love, там такая же была история с этими блестяшками, которые идут вниз, вверх, вниз, вверх, очень-очень круто, а насчет качества кисточек этих, они прикольные, они мягкие, мне кажется, для меня, когда я покупаю набор кистей или даже кисти поддельности, да, я всегда смотрю на кисть для растушевки, здесь она, знаете, такая, я бы сказала, она окей, мне кажется, она не сделает ничего такого супер экстраординарного, супер экстраординарного в моей растушевке, потому что она, форма этой кисти, она слишком такая, прям, ну, не очень пушистая, я бы сказала так, естественные кисти, они крутые, классные, да, но мне кажется, из всех этих кистей, вот именно эта кисть, не для растушевки, а для нанесения очень темного цвета, она прям, ну, мне больше всего привлекательна, дизайн хороший, да, это реально круто выглядит, но другой вопрос, что, насколько эти кисти будут вам полезны, если, допустим, у вас есть любимые кисти, ну, которыми вы обычно пользуетесь правильно же, но реально очень красиво, мило, то, что нужно гнездо Валентина. Эти кисти у нас стоят 29 долларов 95 центов, прикольно, я, если честно, не дала бы столько денег за эти кисти, просто потому, что, опять же, можно купить, ну, чуть более такие, знаете, качественные кисти, чем эти, но, опять же, дизайн выигрывает. Дальше в нашем бьютибоксе за 25 долларов мы видим такую интересную вещь, это у нас получается, оу, мне кажется, это у нас тушь и что-то еще идет в подарок, да, и у нас карандаш идет, ура, 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 бренд называется Тристик, Тристик, наверное, так, карандаш, мне очень интересно посмотреть на него, окей, он у нас так вот выходит, входит и выходит, прикольно, карандашей у него очень много, особенно, очень часто они в бьютибоксах попадаются, окей, и самое интересное, это тушь, это очень интересная конструкция туши, надо сказать, чем она интересна, не только тем, что у нее есть кисточка и тушь, нет, тем, что здесь имеется устройство, средство, можно сказать, которое поможет завить вам ваши ресницы, я попытаюсь показать сейчас, как это может работать, в общем, вот так вы это делаете, и ваши ресницы могут завиться, приобрести гораздо больше объема, это очень, такое, знаете, неоднозначная, как мне кажется, вещь в этой туши, потому что многие люди говорят, что когда они используют эти щипцы для ресниц, так называемые, это пугает их, потому что, ну, это смотрится странно и ощущается, мне кажется, еще страннее, и этот набор у нас стоит, ребят, вы удивитесь, 44 доллара, круто, круто, это реально круто, я не думаю, что, опять же, я купила бы это по отдельности, потому что это не совсем известный мне бренд, и да, это крутая идея, крутая задумка, я попробую это обязательно, в общем, да, мы начали, мне кажется, очень-очень даже хорошо, дальше я вижу что-то очень блестящее, что это такое, это у нас пудра для бровей, то есть палетка, в которой вы можете создать идеальные брови, использую ее, бренд называется у нас Brow Bar by Rina, я об этом бренде ни разу не слышала, это точно, и называется он Bombshell Brow Kit, давайте же откроем его, по-моему, если я не ошибаюсь, это то, что я сама выбрала, потому что там было то ли это, то ли что-то другое, и что-то другое очень мне не понравилось, упаковка, кстати, мне очень нравится, напоминает чем-то Hourglass, вот так выглядит сама палетка с продуктами для бровей, очень все красиво смотрится, мне нравится определенно, помимо этого еще в наборе у нас имеется кисточка для бровей, вот такая, она в мини-размере, у нас имеется карандаш для бровей также, в таком, опять же, мини-размере, очень круто, мне кажется, цвет идеальным для меня, карандаш прям очень-очень-очень кремовый, посмотрите на то, как он сводчится, очень прям дает хороший пигмент сразу же, причем, и последнее, что мы получаем, это вот такие щипцы для выщипывания бровей, очень, на самом деле, красиво смотрятся эти щипцы, мне нравятся, здесь имеется у нас дивайдер, чтобы положить все эти средства, и чтобы все это не потерялось, очень круто, итак, что у нас по цене, этот набор у нас стоит 40 долларов, неплохо, не так ли, это круто, что они кладут столько много брендов, ну, не совсем прям известных, но все-таки, если бы, допустим, это была Анастасия Бороля-Хиллз, ее продукты для бровей, наверное, это было чуть получше. Последнее, что мы здесь видим в этой коробке, это праймер для лица, который делает так, что ваши поры исчезают с вашего лица. Бренд называется у нас Avia Beauty, и я об этом, блядь, ни разу не слышала, опять же, и праймер обещает нам матовый финиш, очень-очень прикольно, давайте посмотрим на цену, что ли, цена этого праймера составляет у нас 23 доллара, очень интересная текстура у него, как крем, ничем не пахнет, вообще ничем, это очень круто, если вы не любите запахи, например, и вот так вот он смотрится. Интересная текстура, он по текстуре как какой-то солнцезащитный крем, мне кажется, это интересно, но если бы он был, допустим, каким-нибудь гелевым, например, или не таким белесым, наверное, я бы, мне он чуть больше понравился, запаха вообще в нем нет. И это все, что мы нашли сегодня в нашем бьюти-боксе от BoxyCharm, который стоит на минуточку, опять же, 25 долларов, как можно видеть, мы окупили стоимость этого бьюти-бокса, потому что один товар у нас был 44 доллара, другой товар у нас тоже был 40 долларов, ну, я думаю, что тут даже не нужно думать, гадать и считать, что 100% они свое слово заряжали и положили нам товаров на больше чем, кстати говоря, сколько мы можем ожидать, на больше чем 125 долларов. Та-дам! И последнее, что мы сегодня откроем, это бьюти-бокс от Ipsy. Ipsy для меня имеет особое место в моем сердце, просто потому что я, когда приехала сюда в Штаты, это первый бьюти-бокс, о котором я узнала, на который подписалась, и на который я была подписана с самого начала моей жизни здесь, поэтому это просто воспоминание, и мне нравится, что я получала каждый месяц, но, опять же, когда я получала свой базовый бокс, я вдруг поняла, что я устала от этого, я устала получать те же самые маленькие сумочки, ну, да, это как-то иногда может надоесть, и поэтому я решила апгрейдиться и взять бьюти-бокс за чуть дороже, но с гораздо лучшим наполнением. Та-дам! Посмотрите на эту красоту, как это красиво смотрится. Да, я чувствую, что день с того Валентина уже, ну, прошел, понятное дело, но когда я смотрю на этот пакет, есть ощущение какого-то праздника, как будто бы любовь в воздухе, понимаете? Реально мило. В этом бьюти-боксе мы можем ожидать наполнения на более чем 120 долларов, что очень звучит классно. Итак, первое, с чего мы начнем, это умывалка для лица от корейского бренда Bintone с зеленым, с маслом чайного дерева, вот, правильнее так сказать. И этот продукт, он очень хорош, если, допустим, у вас воспаление, или кожа как-то не так себя хорошо ведет, плюс очень хороший продукт, это для жирной кожи. У меня есть пара вещей от бренда Bintone, и мне нравится, что, как они работают на моей коже, вот так это все выглядит. Обычно выглядящие продукты для лица, для умывания, именно сделаны в Корее, и мне интересно, сколько это будет у нас стоить. Конечно, они никогда не пишут, сколько стоит тот или иный продукт, все остальные бьюти-боксы, они пишут, эти нет. Давайте в конце об этом поговорим тогда уже. Так, второе, что мы видим в нашем бьюти-боксе, это крем для рук от бренда Ahava. Мне нравится бренд Ahava, это, определенно, один из моих любимых брендов. Я пробовала, по-моему, его, когда я была еще в Москве, и мне понравились ароматы, в общем, какие, которые я нашла в их кремах. И это у нас крем для рук с кактусом и розовым перцем. Очень интересно звучит. Я не чувствую аромата никакого, серьезно? О, сейчас я чувствую, окей. Пахнет реально вкусно. Пахнет, как сладкий такой приятный аромат, что-то вроде жвачки, но гораздо более милее, что ли. Вот нет такой, знаете, какой-то искусственной сладости. Да, очень такой приятный весенний аромат, я бы сказала. У меня, кстати, закончился крем для рук, поэтому это действительно очень хорошая находка. Дальше мы нашли... О, это палетка! Окей, это у нас бренд Mayel, или Mayel? Mayel. И их палетка для лица, которая называется Sun Kiss Blush. Вау! Посмотрите на это, как это красиво смотрится. Это... Люкс! Это чувствуется очень по-люксовому, я бы сказала так. У-у-у! Вот это да! Это выглядит очень и очень красиво. Я даже не знаю... Будет немножко жалко, знаете, там кисточку туда класть и использовать всю продукцию эту, потому что это произведение искусства. Просто посмотрите на то, как расположены румяна в таком порядке, что вы можете взять, создать либо очень такой прям хороший акцент на ваших щеках, либо сделать это очень мягким и естественным, потому что есть из каких цветов выбрать от самого такого темненького цвета, таракотового цвета, коричневого цвета, очень активного розового и также цвета очень нежного розового. Очень-очень круто. Ммм, не пахнет ничем, кстати говоря. И очень классно здесь зеркало тоже. Мне нравится. Извиняюсь, ребят, я сменила батарей на своей камере. Надеюсь, угол сейчас такой же хороший. Мне захотелось почему-то посвочить эту палетку прямо-таки вот так вот, чтобы видеть пигмент. Очень легкий пигмент, почти его не видно, если честно. Едва-едва он виден. То есть, да, это очень такая легкая повседневная палетка, как мне кажется. И я уверена, она стоит не очень дешево. У нас осталось совершенно немного товаров в нашем красном пакете. Следующее, что мы видим, это, если не ошибаюсь, это новый бренд от певицы Хайли. Хайли? Хайли, наверное, да. Что-то очень красивое и в коричневом цвете. Ее бренд, если вы не знаете, она запустилась совершенно недавно. Называется он About Face. Это тени жидкие для глаз в очень красивом коричневом оттенке. А если вы фанат этого, такого типа оттенка, то, конечно, вам понравится. Сто процентов эта вещь. Поделенно очень нравится упаковка. Она такая, как вельветовая. Необычная упаковка, которую всегда можно встретить у жидких теней. И давайте это посмочим, конечно же. Вау, вот это пигмент. Ничего себе, вы должны это видеть, ребята. Это просто невероятно пигмент. Это что-то супер кроющее, плотное. И действительно что-то, что, как мне кажется, сделать так, что ваши глаза будут привлекать очень много внимания. Очень жаль, что это, например, не помада жидкая для губ, потому что я думаю, что помадой гораздо, ну, чуть полегче пользоваться, чем вот такими плотными, как краска, жидкими тенями, понимаете? Круто, круто. И посмотрите, кстати, на шрифт, который был выбран для этих жидких теней. Очень все так эстетично, я бы сказала. Сделаны эти тени в Италии. Вот так выглядит упаковка. Опять же, эстетика так и хлещет. Мне нравится, как они решили все это сделать. И, кстати говоря, здесь почему... Оу, здесь можно эту упаковку вот так вот напополам зачем-то разрезать. Для чего мне интересно? Там где ничего внутри нет. Прикольный концепт. Мне кажется, что если уже есть отзывы на русском в этом бренде, то вы посмотрели их и знаете, что хороший он или нет. И последнее, что мы видим здесь, это у нас ежедневный увлажняющий крем от бренда, о котором я раньше не слышала, как мне кажется. Если я не ошибаюсь, он не дешевый. Возможно, я могу ошибаться. Вау, я вижу состав. И состав здесь просто невероятно классный. Здесь вода на первом месте. На втором месте здесь у нас масло ЖЖБА. Опять же, производная спирта. И куча-куча разных интересных вещей. Тут, к сожалению, на третьем месте здесь имеется производная спирта. И почти в конце тут имеется производная спирта. Бренд называется Gold Faden MD. То есть, я так понимаю, это бренд от какого-либо доктора. Специалиста, который разбирается в обходе закона лица. Может быть, это дерматолог. Возможно. Собственно, запечатано. Я пока не буду, пожалуй, открывать его, потому что у меня пока кремов очень-очень много. И я даже не знаю, если честно, понравится ли мне этот крем. Потому что я очень придирчиво отношусь к выбору крема для лица. Потому что разные компоненты могут по-разному влиять на ваше лицо. И, конечно, я стараюсь избегать разных производных спиртов в составе кремов. Но круто! Крем всегда пригодится, мне кажется. И давайте же уже посмотрим на цены. Потому что мы уже разобрали полностью эту сумочку. Я была в шоке, что этот крем у нас стоит 68 долларов. 68 долларов это вообще ни разу, ни мало. Это мы знаем. Дальше палетка у нас стоит 29 долларов. Очень даже, мне кажется, приемлемая цена для этого бренда. Потому что он еще, мне кажется, не так известен. Я о нем еще ни разу не слышала. Но за эту красоту я бы, конечно, заплатила и больше. Потому что я считаю, что это очень мило, что я вижу внутри. Жидкие тени от певицы Хайли стоили 24 доллара. Это полный размер. Я считаю, что это, ну да, это хорошая цена для бренда, который был создан певицей. Правильно же? Мне, наверное, больше понравилось бы, если бы это был чуть более такой, знаете, естественный повседневный цвет. Потому что это, ну прям, краска краской. Наверное, с этим можно как-то поэкспериментировать. Но, в общем, да. Было бы чуть получше, если бы это было, например, помада или что-то более нейтральное. Крем для рук у нас стоил 36 долларов. Это нормальная цена для бренда Ахава. Потому что он очень популярен. И многие о нем знают. И здесь мы получаем очень много продукта. 150 миллилитров. Поэтому, наверное, это нормально. И последнее, что мы здесь нашли, это умывалка для лица от бренда Bintone. Она стоила у нас 12 долларов. Очень приемлемая цена. Мне нравится, что почти все корейские средства, они и работают хорошо, и у них очень приемлемая цена. Поэтому вот это то, что мы сегодня получили в нашем Ipsy Beauty Box. Если честно, если я закрою глаза и скажу, какой бютибокс, по моему мнению, был лучше в этом месяце, наверное, я выбрала бы бютибокс от Allure. Мне очень понравилось, что я получила. Особенно сыворотка за почти сколько там? Там 148 долларов, плюс классный очень скраб. Мы там получили его, да. То есть это, да, это больше, знаете, уходит за кожей лица. Это не о косметике. Но мне нравится, что я увидела. Определенно, да. Allure мне всегда нравился очень тем, что они туда кладут очень хорошие товары, которые, если ты купишь их сам, то это будет вообще, ну, не каждому по карману. Поэтому это способ пробовать что-то из более дорогого сегмента. Наверное, второй мой бютибокс на сегодня был, который мне очень понравился. Наверное, это все-таки был Ipsy, потому что, опять же, палетка, дорогой крем, который мне очень интересно, как он работает. На третьем месте сегодня у нас будет боксичара. Обычно боксичара мне нравится гораздо-гораздо больше. И вот мы и подошли к концу, ребят. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если досмотрели, мне это очень приятно. И дайте мне знать, пожалуйста, в комментариях, какой бютибокс вам понравился больше всего. Ipsy, Allure или боксичара. И на этом все, ребят. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля. Не прощаюсь. Пока-пока.